Гуляем. Еле усмотрела. Вон бросился за утками. У нас сейчас утиная тема. Утки везде. Здесь нет ни озера, ничего. Офисный центр фактически. Там вот труба и дождь шел. Вода вытекает. Вот они оттуда выползли. Ути-ути. Парочка такая ходит. Но эти малюсики, да, маленькие какие-то. Там на озере большие. Утки или гуси. Бог его знает. Буся. Буси. Гуси. Пошли, пошли. Жопкой крутит. Идем посмотрим на уточек. Этот же бросается. Дорочина. Не повезло, да, тебе улетели? Ой, мы вышли погулять. У нас сегодня опять гроза была. Нормально так. Не очень душно. Не очень влажно. Дождь-то и дождь. Ходим по травке. Все равно вот запах химии чувствуется. Уже дожди каждый день должны были бы смыть все это. Но вот что он творит? И все равно запах чувствуется химии. Пестициды, наверное. Не знаю. Я уже говорила сто раз. Здесь травы поливают. Травы. Или траву. Бусянька, иди сюда. Ой, новости, как всегда, слушала. Покоя нет в мире. Бусяня. Пошли. Сыроежки полезли после дождя. Я же думаю, это сыроежки или мухоморы. А вот еще. Если бы я понимала что-то, я бы пару штук сорвала. А я в грибах не понимаю. Вот это вот мне делает нервы. Зайти хочет туда. Господи, кто-то мукает. Пойдем посмотрим. Никого. Что? Будешь так стоять? Боже, посмотрите. Ходишь и смотришь под ноги. Я едва заметила, что это такое. Это такой малюсенький сидит. Детенок еще совершенный. А я смотрю под ноги, потому что зеленая трава. И что-то такое непривычное. Рыжая лежит. Я же смотрю под ноги, чтобы на бомбу не наступить. Которую не убирают. Посмотрите, ускакал уже. Совсем малюсенький зайчонок был. Пойдем. Да и собака могла погнаться. Зайчишка. Оббежал. Посмотрите, как она сюда залетела. Между окнами. Ничего не пойму. Или это она в дом залетела? Да, это она дома. Блин. Я не убиваю насекомых. Вот. Давай. Валей отсюда. Ой, знаю, как черт. Пришлось его купать. Пошли с ним гулять. Он нашел какую-то гадость. И начал об нее вытираться. Я подошла. Знаете, как собаки любят. Вот так вот кататься в этом дерьме. Я подошла. А там вот такой вот птенчик когда-то был. Он даже еще не оперился. Из гнезда выпал. И по нем уже черви ползают. Я как увидела, офигела. Еле домой добежала. Были планы себя в порядок привести. Пришлось вот этого чучела купать. Вон какой красавчик. Пухнастый стал. И теперь нужно стричь. Потом давай его лечить. Все его болячки проверять. В уши заглядывать. В каждую дырку заглядывать. Ой, с ума сойти. Тут еще дождь прошел. Буся, это мокрая. На, подвись. Дождь прошел. Вот. Все это нужно чистить, сушить. Тут мне птицы обгадили. Коврик я ему поменяла. Тряпка тоже обгаженная птицами. Вот это вот надо стирать. В общем, ни конца, ни края. Вот говорят, дом хорошо иметь. И собаку. Правильно на него все заглядываются. Говорят вчера. Ой, какая у него шерсть красивая. Так это ж работы дофига. Чтоб оно красивое было. Да? Посмотри на меня. Где мама? Что ж противный такой? Домой не затащишь? В ванну не затащишь? М? Бармалей. Ой, господи. Сижу вот уже, уставшая и злая. Какой тут новостной канал? Я домохозяйка. Бывшая тележурналистка. Сейчас все на мне. Вот какой новостной канал, если я уже задолбалась. Я же купала бусика. Мне его пришлось еще сушить, расчесывать. Потом я еще снимала штору в ванной, потому что я его полила водой, намылила. Он же начал отряхиваться. Я была вот так вот вся в этих его брызгах и в этом дерьме, потому что я еще не успела его выкупать. И вот это он отряхивал со своих ушей, со своей шерсти, то, что собрал на улице. Вот это вот все дерьмо. В общем, я чуть не вырвала, честное слово. Я сняла эту штору в ванной, потому что на нее полетела. Вымыла унитаз, все это рядом с ванной, под унитазом, чтобы только вот это все собрать, все, что он себя отряхивал. Еще не мытый, но намыленный уже. В общем, это полный дурдом. Сейчас нужно еще посуду помыть, стирку поставить. В общем, до хера работы. Я так смотрю, некоторые блогерши даже снимают себя, как они моют унитаз. Я еще до этого не дожила. Но, может быть, скоро придется. У меня мои видео о жизни в США. Я комментирую политику. Я раньше делала такие вырезки, цитаты вставляла. Но я вот вчера говорила, что на это все нужно делать, выделять кучу времени. А у меня нет этого времени. У меня нет этого времени. Вообще ни на что времени не хватает. Вот сейчас хотела прийти домой, сесть, поучиться, себя привести в порядок. И у меня там еще есть вещи нужно переделать. А я не знаю, честно говоря, за что хвататься. Ну, вот такая вот жизнь домохозяйки в Америке. Не знаю, как я раньше вообще все успевала с тремя детьми работать и за домом следить, готовить и печь. Много я готовила, потому что трое детей, все жрать хотят. Ну, а сейчас тоже у меня фактически два ребенка. Муж, он дома ничего не делает, и собака. И у меня куча проблем, и это не квартира, это дом. Поэтому меня вчера так зацепило, что, мол, сделай себе новостной канал, потому что ты политику, например, комментируешь, как бабка на кухне. Ну так на кухне, а где я? В доме. Политику я комментирую. То, что в общем обозрение, то, о чем все слышат. И, кстати, вот насчет политики сейчас тоже прокомментирую. Бабка на кухне будет комментировать. Я же стараюсь смотреть все каналы. Сегодня вот открыла 24-й украинский канал. Что вы думаете, о чем они? Мне рассказали. СБУ на сегодняшний день имеет 700 то ли уже криминальных дел, то ли эти люди уже сидят в тюрьме. Люди, которых называют коллаборантами. Оказывается, меры ужесточаются. Если ты, не дай бог, против украинской политики, если ты себе позволяешь комментировать, если ты, не дай бог, себе позволяешь иметь другое мнение. С руки записываю, извиняйте. Например, они там рассказывают, сообщают, что посадили за посты в соцсетях. Потом после этого идет комментарий, что посмотрите, вот это может произойти с коллаборантами. И показывают, как кого-то где-то убили, вспомнили Моторолу, показали какие-то взрывы. Потом следующий комментарий. Коллаборанты, осужденные, не имеют срока давности по вот этому вот криминальному делу, понимаете? То есть можно человека запихнуть в тюрьму и забыть о нем. И вот это вот идет такое жесткое запугивание, затыкание всем рта. Таким способом они что, думают, на что надеются? Люди поменяют свое мнение, но одному закроют рот. Тысячи рот закроют, но найдется еще три тысячи, пять тысяч, которые все-таки будут говорить. Кого они хотят запугать? Что меня сегодня еще поразило? Генри Киссинджера, которому 99 лет, Нобелевского лауреата внесли на сайт Миротворец. Я просто офигеваю. Интересно, кто его внес? Вот мне интересно. Мне просто интересно. Если в сайт Миротворец как говорят, зарегистрирован в США, по-моему, в Пентагоне. Комментируйте, если я ошибаюсь. В общем, основные спонсоры, по-моему, этого сайта здесь, в США. В общем, трындец. Интересно, в США знают об этом? Что Генри Киссинджера внесли на сайт Миротворец. Вот это вот все двойные стандарты. Пропаганда. Это лживая политика. А все политики, как известно, лгут. Эти потуги, что-то доказать кому-то. Понимаете, дуракам как бы доказывать не нужно. А умный и так поймет. Вот. Такое сегодня у меня несуразное видео. Может быть, в следующий раз покажу, как я мою унитазы. Пишите, или оно вам надо. Тут благерицы в США, вышедшие замуж за американцев. Так и показывают. И у них очень много просмотров. Поэтому не зарекайся, как говорят. Нос чешется. Люблю вас. Целую. Берегите себя. Подписывайтесь на мой канал. Поддерживайте чашечкой кофе. Канал мой растет. Каждый день появляются новые подписчики. Спасибо. До встречи. Ах да, собиралась записать что-то умное, интересное. Есть несколько тем, но уже в следующий раз. Сейчас пойду все это поразгребаю. Потом поболтаем. Поболтаем и создадим новостной канал. Все вместе. субтитры субтитры и субтитры субтитры и субтитры